я хочу сейчас вам рассказать историю знаменитого человека и я уверена что вы угадаете о чем или о ком я говорю в восточной грузии конце девятнадцатого века рождается мальчик в крестьянской семье у него родители рано умирают 14 лет на возрасте его сестра забирает его оттуда в городе в тбилиси потому что она тут вышла замуж и пристраивает большой богатой армянской семье по фамилии калантаровый один прекрасный день никто не учил ребенок сам начал рисовать как раз эта семья и помогает первые первую бумагу и первые кисти они покупают ему через три года он из этой семьи уходит и начинает взрослую жизнь а зарабатывает на то что рисует вывески для духанов духами это тогдашние кабаре рестораны куда приезжают француженки испанки немки танцуют и поют в одном из кабаре в таком он знакомится француженки ее зовут маргарита и влюбляется без памяти прекрасная маргарита стояла на сцене и пела не отводя от нее взгляда перусмане подошел к столу и сел актриса маргарита заливала весь зал лучами своего обаяния она пела легко и свободно и очарующий голос восхищал и пленил слушателей она не видела перусмане а он сидел уставить в одну точку словно околдованный и дрожал как в лихорадке им полностью завладела неведомое ранее чувство дальше рождается легенда этот наш художник продает все что у него имеет так никто и не заметил его все смотрели только на актрису маргарита перусмане охватила странное чувство он ходил по городу и продавал все что имел картины исти краски на глазах у удивленного компаньона он продал харчевню какому-то торговцу армянину в тот день в табилиси не осталось непроданным ни одного цветка перусмане обошел весь город искупил все цветы нагрузил ими девять повозок и отправил к той гостинице где остановилась актриса маргарита она утром просыпается и весь двор усыпан красными розами говорят тот день по табилиси по всему тбилиси невозможно было найти ни одну розу потому что все скупил наш художник удивленная актриса вышла на балкон эти цветы принадлежат вам но несмотря на это она ему все все-таки отказывает и уезжает а наш художник становится бедным начинает пить много пьет дома у него нету ночует в подвалах ему наливают он рисует рисует много конца жизни его приютил он дворник рашид рашид проживает в коморке под лестнице 4 на 4 комната одна тахта один стол стулья и один шкаф помещается рашид все время работает ему некогда а наш бедный художник или спит пьяный или рисует у него нету денег чтоб купить бумагу рашид ему таскает с помойки подручные материалы и даже краски он из этих подручных материалов создает конце жизни ему когда становится плохо из этой коморки его везут в больницу через неделю он там умирает но его хоронят как бомжа его могила для нас навсегда потеряна мы не знаем где он похоронен буквально после его смерти через три года приезжают братья здания вич и это люди которые очень сильно интересовались грузинской культуры и собирали информацию историю о грузии они ходят по всей грузии и видят по всему тбилиси и видят необычные картины спрашивают кто рисовал им отвечают один пьяница ходил мы ему наливали он рисовал они собирают около двух тысяч работ вывозят во франции и конце 20-х годов по парижи открывается его первая выставка и на этой же выставке за баснословные деньги его первые же картины продается но наш бедный художник никогда об этом не узнает он умер голодным история его зовут никоп хиросманашвили история его история этим не заканчивается 1963 году еще одна выставка в париже и около картины маргариты естественно он свою возлюбленную нарисовал стоит женщина преклонном возрасте и плачет на тогдашний наш посол подходит к ней и спрашивает кто она такая и почему она плачет она показывает на картину и говорит на картине это я ее зовут маргарита десевр умерла она восемьдесят третьем году довольно приклонном возрасте и как раз маргарита десевр рассказывает вот эту историю знаменитой любви которая будущем становится как легенда это происходит шестьдесят третьем году а 1961 году уже создается на стихотворение вознесенского песня миллион алфрус наш бедный художник никоп хирос нашли это его рашид его дворник которого приютил конце его жизнь